...белорусы для решения конфликта. Да, мы предоставили площадку для мирных переговоров. Да, сохранили взвешенный нейтралитет. Да, принимаем беженцев и воспринимаем их горе как свое. Но есть ли еще шаги, на ваш взгляд, которые мы не сделали? Я думаю, вы должны и впредь помогать украинцам выходить из кризиса. Простых решений и шагов уже не осталось, ведь это уже глобальный конфликт, а не чисто украинский. Если его не остановить сегодня, насилие будет все больше. Оно непременно спровоцирует большую войну между Западом и Россией. Война эта будет ядерной и станет катастрофой. Армагеддоном, концом нашей истории. К сожалению, пока есть политики, которые не только поддерживают статус год, но и усугубляют раскол, пропагандируют войну и насилие. Любые миротворческие инициативы, в том числе минские, будут недостаточными. Но зачем? Не похоже на рациональную стратегию. Да, это ужасная стратегия. Но, увы, адептов войны не научили мыслить иначе. Только власть через насилие. Для того, чтобы предотвратить катастрофу, понадобится, как сказали бы греки, метаноя. Смена сознания, новый способ мышления, добрая воля, наконец. Увы, я не верю, что Вашингтон поможет разуму возобладать. Он привык играть в опасные игры далеко от своих границ. Стоит придерживаться минского мирного плана, воспринимать переговорщиков как равных. Только это действенный путь к достижению мира. Как вы думаете, действует ли еще международное право? Или его окончательно похоронил украинский конфликт? Есть и международное право, и международные организации, ООН, и уголовный трибунал. Проблема лишь в том, что они бездействуют. Основополагающий принцип – добрая воля. А ее-то как раз не хватает. Ряд политиков считают этот принцип старомодным, бесполезным, и на первый план выдвигают свои личные интересы. Очень часто их прикрывают благовидными целями – борьбы за права человека, демократию, ценности. Это пустота, за которой лишь собственные амбиции и интересы, и полное игнорирование интересов других людей. Это еще называют экспортом демократии. Именно. Хотя это лишь еще один пример навязывания своей идеологии обществу. Это эгоистическая альтернатива диалогу, который мы на форуме проповедуем. Создается впечатление, что вопреки разумным инициативам интеллектуалов и бизнеса, основной аргумент в международной политике сегодня – это санкции. Какова ваша позиция по санкциям? Санкции – это экономическая война, намеренный и осознанный вред обществу. Это одна из форм враждебности, жестокости и экономического насилия. К тому же они запрещены международным правом. Увы, мы нарушаем международное право направо и налево. Вторгаемся в чужие территории, накладываем санкции, а следовало бы поступать с точностью да наоборот. Поэтому лично я принципиальный противник санкций. Вот скажите, сколько лет Штаты применяли санкции к Ирану? Десятилетия. В результате у страны возникли проблемы в здравоохранении, не хватает сложных лекарств и препаратов, на них распространяется санкционная эмбарго. Это уже не просто экономическая война, это война за выживание, потому что люди умирают из-за санкций. Это противоречит всем мыслимым, этическим и религиозным нормам, нормам международного права. Это недопустимая форма скрытой войны. Сейчас этому подверглась и Россия. Совершенно ненужным и бесполезным мерам принуждения. Вместо того, чтобы делать из Путина врага и преступника, политикам в Вашингтоне стоило бы выйти на прямой диалог и договориться с Кремлем. Это информационная составляющая войны. Да, это просто возмутительно, навязывать свою идеологию другим, третируя всех несогласных. Рекомендация, которая исходит не только от меня, но и от всех интеллектуалов мирового общественного форума. Диалог, прагматичные переговоры с людьми во имя решения кризиса. Примером могут быть переговоры по химическому оружию в Сирии. Министр Лавров предложил механизм. Барак Обама проявил политическую волю и согласился. Это избавило США от вооруженного вмешательства и жертв. Это я называю старой доброй дипломатией. Тот же механизм мог сработать в прямых переговорах по Ирану и Украине. Но, увы, мои прогнозы на будущее довольно печальные. Повсюду ненависть и враждебность. Это как заразная болезнь. Насилие, как вирус Эбола. Жестокость, порождающая жестокость. Например, возьмите недавнее убийство в американских школах. Расстрелы детей. Точно такие же случаи были во Франции и в Германии. Все это заразная болезнь. Это вирус, который стимулирует людей без навыков и талантов. Они полагают, что хотя бы умеют убивать. Не нужно учиться, быть талантливым, образованным. Ничего не нужно. Убить просто. И многие люди уверены, что это лучшее из того, что они могут совершить в жизни. В последние 20 лет массовые расстрелы в школах, гимназиях, колледжах, церквях и вообще местах массового скопления людей действительно становятся трагическими и регулярными. Убийцы, чаще молодые люди, раздосадованы плохими оценками или конфликтом со сверстниками, накручены безумными расовыми теориями превосходства или просто стреляют и взрывают ради забавы. Вирус публичных казней не имеет границ и одинаково смертоносен как в Штатах, где оружие в свободном обращении, так и в пуританской, номинально безоружной Европе с ее брейвиком и расстрелом редакции «Шарлейддо». При этом именно в Штатах криминальная история насчитывает уже сотни трагедий. Отрезни в школе Бетт в мае 1927-го, когда безумный фермер Эндрю Кехо взорвал школу, убив 45 человек, включая 38 детей, до расстрела 9 чернокожих прихожан церкви в Чарльстоне 21-летним расистом Диланом Руф. Самой известной, благодаря скандальному американскому режиссеру Майклу Муру, становится трагедия в школе Колумбайн, штат Колорадо, 20 апреля 1999-го. Два старшеклассника, Эрик Харрис и Дилан Клиборд, представляя, что играют в боулинг, ранят 37 человек, из них 13 смертельно. После этого кончают жизнь суицидом. Боулинг для Колумбины, так трагедию озаглавит документалист, протестует против русской рулетки для фрустрированных маргиналов с оружием на перевес. Заброшенный индивид без будущего, без американской мечты, с плоской реальностью виртуальных убийств, в Памуру воспринимается как антигерой нашего времени. То, что немотивированная жестокость происходит во внешне благополучной империи, воспевающей культ Кольта, только добавляет к картине красок. Фильм вызывает огромную реакцию в прессе и...